В благотворительный фонд «Спаси меня» большие кошки попали в тяжелом состоянии. Львенка Симбу безжалостно эксплуатировал сочинский фотограф, в итоге у него парализовала лапы. От леопарда Евы из-за гормональных сбоев отказалась мать. Карандалакян реабилитировал хищников и сейчас коренных африканцев приучают к привычному им рациону и готовят к перевозке в специальном вольере. Для того, чтобы дойти до маленького, мы начинаем чуть меньше, потом еще меньше, потом это все происходит постепенно. И кормежка идет уже не в основном в варьере, а уже в этих маленьких варьерах. Психологически идет работа, то есть это зоопсихология, чтобы минимум эти животные перенесли вот эту поездку. После долгих переговоров принять кошек согласился реабилитационный центр в Танзании. Симби здесь выделят 2 гектара территории. За привязанности к людям жить в дикой природе он не сможет. Специалисты обещают продолжить лечение львенка и регулярно сообщать Карену Далакяну о его состоянии. Тем временем леопарда Еву будут готовить к жизни в естественной среде. Осталось за маленьким получить все разрешительные документы из надзорных органов. Это Министерство природы и просил хознадзор, чтобы вся процедура прошла гладко, потому что задержки тут абсолютно не нужны. Уже к концу октября будет уже критично температурный режим. Инна Левошина, Наталья Шмухаметова, Владислав Шишмаренков, Урал-1.